Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 18 сентября, среда, и Церковь в этот день предлагает нам за богослужением к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Второго Послания апостола Павла Коринфяна, глава 13 стихи с 3 по 13. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он небесилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив в силу Божию, и мы также, хотя и немощны в нем, но будем живы с ним в силу Божию в вас. Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? «Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я опишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь. Будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лапзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами заканчиваем читать второе послание апостола Павла Коринфина. Вернее, мы дочитываем тринадцатую завершающую это послание главу. Завершается она привычным для всех нас возгласом, который мы всякий раз слышим на литургии. Это возглас литургийный, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа будет со всеми вами. Аминь. Это одна из важнейших частей литургии. Мы видим, что Божественная литургия тесно связана со Священным Писанием, и не зная Священного Писания, не читая его, мы будем терять. Мы будем терять именно в духовной составляющей Божественной литургии, прежде всего нашей практичной жизни, поэтому нашей практической жизни религиозной, церковной. Поэтому очень важно содержать все в комплексе и чтение Священного Писания, и чтение молитв, и добрые дела, и изучение, рациональное изучение текстов, изучение богословия. Все должно быть в комплексе. И тогда действительно мы будем получать духовную подпитку, духовное основание и духовную радость от нашей религиозной жизни, от нашей жизни в таинствах церковных, когда мы будем пребывать в храме и понимать то, что происходит за богослужением, как это связано с церковным преданием, с нашей реальной жизнью. Не мистической, а нашей сегодняшней повседневной жизни. Потому что мистика, оторванная от повседневности, она рискует увести нас в дебри аллегорического, символического толкования, которое может оторвать нас от сегодняшней, здешней составляющей, что уже будет противоречить смыслу православия, смыслу христианства. Поэтому апостол Павел очень актуален для нас. И изучение его текстов, оно литургично, и позволяет нам проникнуть не только в тайны христианского богословия, прежде всего, которое раскрывается в Священном Писании, но и познать наше богослужение. И здесь продолжается защита в сегодняшнем отрывке, продолжается защита апостолом Павлом своего благовестия. Он завершает свою речь тем, что утверждает тот факт, что он является действительно проповедником Христовым, апостолом Христа, Иисуса Христа Господа нашего, и говорит это, прежде всего, апеллируя тем, что коринфяне действительно облагодатствованы, действительно в них присутствует благодать Святого Духа. И это является самый неоспоримый факт того, что апостол Павел действительно апостол Иисуса Христа Господа нашего. Потому что если бы он не был им, он не мог бы дать им того, чего не имеет сам. А он передал им через свое благовестие эту веру, и они поверили в Иисуса Христа от слов апостола Павла, потому что они были сильны и действительно заключали в себе истину, истину Христовой, Христовой Евангелия. И они уверовали во Христа. И это позволило Духу Святому действовать в них. И мы также, хотя немощны в нем, будем живы с ним силу Божию в нас, ибо хотя он и распят в немощи, но жив силу Божию. Действительно, сила Господня в немощи совершается. И апостол Павел яркий тому пример. Он говорит дальше о том, чтобы коринфины испытывали самих себя, верили ли вы самих себя и следуйте. То есть он говорит о том, что наша духовная жизнь должна обращена быть прежде всего внутрь себя. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. И далее апостол Павел говорит восьмой стих. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Здесь идет речь о том, что апостол Павел хотел бы наказать, хотел бы их наказать. Но вот эти слова, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. И далее девятый стих. Мы радуемся, когда вы немощны. Мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся о вашем совершенстве. Речь идет здесь о том, что апостол Павел, даже если бы он в Коринфинах Христос, пребывает Христос, это мы уже выяснили, это мы точно знаем. И он действует. Благодать Святого Духа действует в коринфской общине, она в них есть. И это все видно. И апостол Павел говорит о том, что даже если бы он хотел наказать их за какие-то проступки, если они ведут действительно добродетельную жизнь, то у него бы ничего не получилось, потому что этому не способствовал бы Бог. И все его начинания на этом поприще, на поприще наказания Коринфина за какие-то проступки, какие бы ему казались верными, он говорит, у него бы ничего не получилось, потому что «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Поэтому при всем желании наказания это бы не вышло. Об этом говорит и святитель Феофан, затворник в своих толкованиях на этот стих, и блаженный Феофилак болгарский, и святитель Иоанн Златоуст. И далее он говорит, мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. То есть апостол Павел радуется тому, что у него нет возможности их наказать, тем самым показывая, что они немощны, то есть у них нет силы против них, а Коринфины, наоборот, сильны, потому что у них истина, потому что они пребывают в истине. И этому апостолу радуется, об этом и молимся, об этом молится о совершенстве Коринфин. «Для того я опишусь и я в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению». Апостол Павел в «Паке и Паке» вновь и вновь говорит о том, что его власть дана ему прежде всего к созиданию, к созданию, к возрастанию человеческому, чтобы община в нем расцветала любовью и верой во Христа. И в крайнем случае, как крайняя мера, к сожалению, необходимая в нашем еще падшем мире – это строгость. И он пишет это письмо, чтобы когда прийти, ему не проявлять этой строгости в них, будучи уже не заочно, а очно с ними, и он хочет притворить это, чтобы ему встретиться уже как любящий пастырь, а не как строгий надзиратель. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Дай Бог и нам усовершенствоваться, дабы Господь любви и мира был со всеми нами, дорогие братья и сестры. Будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»